друзья всем привет с вами канал трибун и сегодня у нас буквально эпохальное событие которое вроде бы уже было в прошлом году но раз в год у нас видимо будет такая традиция сегодня у нас живой разговор с историком Борисом Юльным Борис Витальевич здравствуйте здравствуйте и кстати прошлый разговор у нас тоже был живой да правда он был в такой более неформальной обстановке не студийная тогда трибун был у меня в гостях да и мы пили вкусный чай сегодня будем говорить по вашей теме вы специалист военной истории и мы естественно не можем это не обсудить у меня я думаю до нового года но это не точно должна выйти книга где я рассказываю таким широким мазком потому что книга страниц на 400 о материальном производстве российской империи с конца 19 по конец первой мировой войны но так как я в основном там говорю о промышленности и немного о сельском хозяйстве а вот именно о военной истории очень мимоходом то сегодня вот хочется прям подкопнуть поглубже потому что вы специалист и поговорить на стыке о военной промышленности да да обсудим и то и другое предлагаю начать с такой темы и в целом обсудить состояние экономики российской империи перед войной вот у нас например очень любят рассуждать и пускаться в такие длительные дискуссии а была ли например экономика российской империи монополизирована вот как бы вы ответили однозначно на этот вопрос но кстати к военному отношению производства это большого отношения не имела то есть у нас основные монополии они касались остального производства то есть это вот допустим у нас сложились крупные синдикаты и картели российской империи этому помогла кстати реформа витте ну а первых возросла доля иностранного капитала то есть например крупнейший металлургический центр юзовка он принадлежал зарубежному капиталу ряд крупных заводов принадлежал зарубежному капиталу но монополизация шла в основном в каких областях это вот нефть товарищество нобелей ну и ротшильды синдикат сахар это синдикат гвоздь то есть когда целиком производство допустим всевозможных метизмов они освоятся но окажутся большей частью стране в одних руках то есть при этом как это не один монополист это именно картельный сговор или создание синдиката то есть когда совместные политики договариваются несколько производителей крупных то есть картельные соглашения и например у нас из-за этого в российской империи вот после русско-японской войны сильно выросли первой мировой цены на керосин но при этом снизилось производство почему ну потому что так капиталистам оказалось выгоднее и это казалось большинства отраслей но военной промышленности картина была немного иная потому что военная промышленность в значительной мере была казенной то есть принадлежала государству то есть были казенные предприятия и казенные заводы и частные и больше половины всей военной продукции выпускалась на казенных заводах это тоже форма монополизации но там не стояла во главе угла прибыль там во главе угла стояла все таки обеспечить нужды военной российской империи то есть обеспечить армию оружием и перепасами снаряжением поэтому монополизация военной области тоже собственно говоря была то есть преобладали казенные заводы но именно к капиталистической монополизации это имело довольно мало отношения и мне кажется важно еще отметить такую большую проблему которая тесно связана в принципе с промышленным производством это состояние с топливом российской империи не но топливом основной тогда это все-таки был уголь угля было вполне достаточное количество но опять же монополизации там имело место быть вспоминаем знаменитый пород уголь монополизация была цены тоже возрастали и государство например боролась для обеспечения флота углем иногда так тем что просто отказывался от закупок отечественного угля вот у отечественных монополистов и закупал допустим уголь тем же самых англичан и у нас складывается такая ситуация которую историки любят обозначать термином топливно-металлический голод не хватало денег на закупки зачастую но это уже другая проблема дело в том что у нас значительная часть производства того же самого металла что чугуна что стали она шла нашему союзнику франции французы довольно серьезно француз бельгийцы вкладывались в нашу промышленность дело в том что франция после франко-прусской войны лишилась основных качественных месторождений угля и железа то есть эльза слотаринге немцы ее забрали именно для этого то есть промышленность во франции мощная сырья нету и вот у нас значительная часть нашего производства то есть оно у нас росло но значительная часть довольно заметная она шла во францию то есть мы делали сырье полуфабрикат ну и в целом если мы говорим об иностранном влиянии то у нас по моему как раз вот четыре страны оказывали самое непосредственное влияние то есть по моему почти 95 процентов всего иностранного капитала это вот как раз бельгийский, английский, французский и немецкий да четыре таких основных крупных игрока причем самое интересное они даже посредством собственных правительств нередко давили на царское правительство для того чтобы проталкивать всевозможные законы которые поддерживали бы их монополистическое состояние но я вот даже какой момент хочу подчеркнуть он хорошо показывает влияние других государств притом даже напрямую на правительство без какого-то лоббирования промышленников и так далее например у нас постоянно любят рассказывать о том как в российской империи стремительно развивались железные дороги но вот у нас сначала шло по нарастающей средству железных дорог а с 1910 года у нас каждый год количество вводимых железных дорог уменьшалось ну собственно говоря тут о давай людям книжки посоветую кстати тут есть такая брошюрка довольно занятная это надписи здесь не видно это у нас бескровный армия и флот России в начале 20 века это по сути книга составленная на ну как хрестоматия на основе документов и собственно говоря сборник документов их есть пять томов то что мы рассматриваем это первый том это военная промышленность России в начале 20 века от 1900 по 1917 год я бы еще порекомендовала наверное шигалина военная экономика первой мировой войны и коффингауза эволюция промышленного производства в России но у меня их дома нет поэтому их не привез показать вот я так в качестве дополнения и вот здесь допустим по строительству железных дорог можно просто вот даже взять таким образом с 1900 по 1904 год введено 6380 километров железных дорог с 1905 по 1909 то есть следующая пятилетка 5260 километров с 1610 по 1913 3570 километров то есть постоянно идет снижение то есть количество железных дорог как бы увеличивается но темпы строительства железных дорог постоянно падает почему нету финансирования нет возможности выделить какие-то средства и вот даже то железнодорожное средство которое нашло вот это вот сильно угасающее оно велось на французские кредиты но французы при этом отслеживали на что именно эти кредиты тратятся то есть они в первую очередь заставляли царское правительство строить железные дороги как ракадные так и идущие собственно границы на западе для того чтобы обеспечить более быструю мобилизацию русской армии в случае войны то есть чтобы русская армия раньше могла вступить в войну с Германией и тем самым помочь Франции я думаю тут бы еще наверное дополнили что значительное количество средств из чрезвычайного бюджета российской империи шло как раз еще на выкуп железных дорог то есть где бы взять деньги на строительство новых если нужно еще выкупить государством а выкупать нужно потому что перевозки по коммерческим железным дорогам обходились слишком дорого но при этом еще вот опять же вот финансы что из себя представляли финансы российской империи накануне русско-японской войны бюджет российской империи составлял порядка двух миллиардов рублей к первой мировой войне он вырос примерно до трех с половиной миллиардов рублей ну правда и население выросло то есть собственно бюджет в расчете на душу населения вырос не сильно это общий бюджет или это общий бюджет и обыкновенный и чрезвычайный и вот когда допустим идут военные расходы то постоянно министерство финансов рубит все запросы морского ведомства военного ведомства на количество накопленных запасов потому что не хватает денег то есть в русско-японскую войну уже пришлось дополнительно допечатывать облигации запускать довольно многочисленные займы брать займы за границей в первой мировой войне картина сильно ухудшилась почему с 15 года у нас военные расходы превосходили доходы бюджета примерно в два в три потом и в четыре раза и соответственно вот эта вот разница то есть типа доходы бюджета 3,5 миллиарда расходы 9 миллиардов оно закрывается допечатыванием ассигнаций то есть в первую очередь это потому что займы уже это не покрывает ну и кроме того идут довольно значительные внешние займы то есть российская но уже не империя республика она к концу своего участия в первой мировой войне имела внешнюю задолженность вот только внешнюю 8 миллиардов рублей золота которую потом она передаст временному правительству а потом эти же займы перейдут большевикам которые от них откажут внутренне кстати задолженность составляла там по-моему чуть ли не порядка 40 миллиардов то есть очень большая это вот моменты связанные с финансированием то есть российская промышленность она не была по-настоящему загружена вот если говорим о железных дорогах то вот такая картина если говорим допустим о производстве военном то идет переворужение русской армии например 1897 год выпущено 450 тысяч винтовок ну как часть во Франции часть у нас но в принципе само военное производство довольно приличное потом военное производство сильно спадает и казенные и частные предприятия вынуждены сбрасывать лишних рабочих не происходит обновления парка станков и так далее и само производство падает где-то до 100-50 тысяч винтовок в год потом русско-японская война и идет довольно массовое производство допустим винтовок винтовка Мосина которая массово производилась потому что оказалось что ее не хватает да там по-моему на начало первой мировой войны порядка 250 тысяч в год производилось а по-моему за весь период войны винтовок Мосина было произведено порядка двух с половиной миллионов или два миллиона триста тысяч ну во-первых у нас был довольно приличный запас винтовок то есть он был больше даже чем запланирован то есть в первой мировой войне у нас имелось 4 миллиона 600 тысяч винтовок при запасе требуем 4 миллиона 560 тысяч то есть даже несколько больше но сам запас он был просто очень сильно урезан по требованиям министерства финансов и сразу оказалось что винтовок не хватает вот если смотреть производство то вот у нас всего изготовлено допустим 1911 год 43 тысячи винтовок ну 44 примерно 12 год 85 тысяч винтовок 13 год 119 тысяч винтовок просто вот для сравнения когда у нас идет русско-японская война в 1905 год изготовлено допустим 311 тысяч винтовок и вот у нас начинается война до этого было довольно куцое производство поступает требование обеспечить производство в районе 250 тысяч винтовок но промышленность Российской империи в 1914 году то есть из-за мирные полгода начала войны и после начала войны выпустила всего 132 тысячи винтовок это вот как раз откуда у нас берется комиссия Федорова которая мотается по всему миру закупая винтовки в том числе даже откровенное старье когда у японцев выкупают то что они захватили винтовки во время русско-японской войны винтовки Мосина покупают винтовки Арисака вытаскиваются со складов винтовки Бердана и при этом у нас после расширения мобилизации 1915 года после большого отступления все равно полтора миллиона солдат оказывается без стрелкового оружия то есть Российская империя не способна оказалось развернуть массовое производство потому что даже там должны были строить новые заводы но Министерство финансов на них деньги не давало а когда речь шла о загрузке прежних заводов то рабочие опять же уволены оборудование устарело кстати работы ну вот финансироваться по замене оборудования обновлению станочного парка на оружейных заводах начались только в 1912 году ну потому что опять же нет финансов то есть страна у нас не имела большого оборота средств потому что страна аграрная крестьяне в значительной мере живут натуральным хозяйством внутренний рынок крайне скудный поэтому обеспечить работу промышленности не получалось то есть у нас большая часть промышленности в мирное время она все равно была военной то есть она работала в интересах военного ведомства морского ведомства а гражданская промышленность была весьма весьма слаба у нас целые отрасли хозяйства банально отсутствовали например у нас не было автомобилестроения то есть завод Русабалт который в 2013 году выпустил чуть больше 100 автомобилей это не автомобильная промышленность вообще в то время как во Франции допустим там 48 тысяч автомобилей а в Соединенных Штатах 480 тысяч автомобилей в год то есть а у нас чуть больше 100 из таких гражданских отраслей у нас в принципе неплохо в последние предвоенные годы развивалось сельхозмашиностроение не так конечно как хотелось бы ну как допустим у нас не было собственного производства тракторов вообще ну показатели по крайней мере по сравнению с предыдущим десятилетиям а то есть не было вообще ничего а тут что-то появилось но при этом появилось как локомобили появились какие-то буксируемые вот эти вот там на конной тяге селки-велки и прочее но это все равно мало это было гораздо больше чем раньше но это охватывало ничтожную часть сельского хозяйства у нас две трети крестьян пахали сахой даже неплохо поэтому говорить о машиностроении ну как можно сказать что эта отрасль у нас появилась но она была крайне маленькая для нашей огромной страны огромного количества крестьян и вот по винтовкам по Маняковскому мы приходим к такому состоянию когда у нас дефицит в первый год первой мировой войны когда необходимо было обеспечить бойцам почти 13 миллионов винтовок и за весь период необходимо было обеспечить хотя бы 17 миллионов 700 тысяч общий дефицит по винтовкам русской армии превышал 7 миллионов единиц можно вот на такой цифре остановиться ну так у нас артиллеристы не имели винтовок допустим уже где-то с 15 года у нас тыловые части вооружались всяким старьем то есть у нас дефицит винтовок был колоссальный но при этом как у нас еще размещены были большие заказы за границей но они правда стали поступать большей частью уже после февральской революции а основная часть этих поставок которые были сделаны за рубежа они пошли белогвардейцам во время гражданской войны и результаты этих заказов по-моему тоже были совершенно копеечные которые измерялись там какими-то сотнями тысяч винтовок это не далеко не нет почему вполне прилично там заказы были на несколько миллионов винтовок ну а сколько поставили надо посмотреть что-то я прям смотрела цифру мне кажется это было совсем совсем немного сейчас будем постоянно подглядывать да ну все цифры не запомнишь импортных винтовок за время войны было поставлено да вы правильно сказали два с половиной миллиона ровно США из Японии из Франции из Италии и из Англии больше всего нам поставили винтовок из Соединенных Штатов несколько меньше из Франции из Франции шли как раз таки винтовки Мосина именно то есть под наш заказ а Япония вот нам поставила винтовки Арисака и она поставила здесь вот трофейные винтовки 200 тысяч еще хуже картина была с пулеметами допустим то есть Первая мировина это война пулеметов Российская империя за время и империя и временное правительство они упустились за время войны двадцать восемь тысяч пулеметов иностранцы нам поставили вот союзники тридцать шесть тысяч пулеметов то есть больше половины пулеметов наших они были поставлены вот как раз союзниками и для сравнения вот у нас двадцать восемь тысяч пулеметов произведенного в Германии двести восемьдесят тысяч пулеметов в Франции триста двадцать шесть тысяч пулеметов так вот это то что касается производства пулеметов такая же кстати картина у нас была с патронами то есть тоже очень большие заказы из-за рубежа и тоже постоянная нехватка патронов катастрофическая картина была с артиллерийскими снарядами здесь у нас сказалось и то что во-первых было снижено производство снарядов перед первой мировой войной то есть последние три-четыре года у нас выпуск снарядов шел довольно маленький именно потому что как бы считалось что запас накоплен порядка семи миллионов снарядов и опять же заводы остались без необходимого количества кадров и без обновления оборудования и плюс к этому сказалось как у нас почти половина снарядов выпускалась на коммерческих предприятиях то есть чуть больше половина на казенных меньше половина на коммерческих и когда началась война у нас полностью провалили заказ на артиллерийские снаряды то есть у нас выпуск получился среднемесячный в четырнадцатом году в четыре раза меньше чем в русско-японской войне то есть на десять лет раньше с чем это связано? коммерческие заводы по сути саботировали государственный заказ пытаясь поднять цены казенные заводы просто банально не справились из-за нехватки кадров поэтому вот выпуск получился незначительный и мы в пятнадцатом году столкнулись со снарядным голодом а как царское правительство реагировало на такой саботаж коммерсантов? ну как, сначала пыталась действовать как-то здесь хороша в этом плане записка Маняковского которого ты уже упоминала как раз у него есть такой доклад своеобразный довольно обширный из доклада начальника главного российского управления Маняковского военному министру с программой заводского строительства секретно совершенно секретно это у нас октябрь шестнадцатого года здесь как раз довольно обширный доклад но самое интересное здесь таблица, которую он к нему приложил она показывает средние цены в шестнадцатом году то есть, казалось бы, уже идет два года война в мирное время казенные заводы выпускали военную продукцию дороже, чем частные заводы то есть, частникам было заказывать даже выгоднее, чем казенным заводам но вот начинается война и цена на частном заводе трехдюймовая шрапнель то есть, это самый основной наш боеприпас то есть, это главный снаряд для нашей трехдюймовки частный завод средняя цена 15 рублей 32 копейки казенный завод 9 рублей 83 копейки то есть, более чем в полтора раза разница если мы берем, допустим сорока восьмилинейные бомбы это для 107 мм для обоих пушек частный завод 45 рублей 58 копеек казенный завод 30 рублей здесь вот идет перечисление по всем допустим, самая большая разница у нас идет по сорока двухлинейным шрапнелям это 35 рублей частный завод 15 рублей казенный завод и сумма переплаты то есть то, что в шестнадцатом году у нас получилась переплата из-за вот жадности как раз таки частных заводов более чем в миллиард рублей то есть, кому война, кому мать красна это вот как раз строго про это для российского бюджета это совершенно неподъемные цифры ну собственно именно поэтому и была приведена частичная национализация промышленности в 16 году, на основе доклада Маняковского было принято решение забрать в казну частные заводы То есть, это сделали не большевики. Просто после Северальской революции это обратно отдали частникам, потом уже большевики снова забрали. Ну, вот эта процедура попытки частично что-то национализировать, она была продолжена и при Временном правительстве. И сама вот эта процедура частичной национализации очень забавна. Очень забавно смотреть, на каких условиях шла вот эта договоренность. Нет, ну там как. При Временном правительстве как раз-таки значительную часть того, что национализировали при царе, вернули обратно. А потом пытались снова национализировать. Потому что стало понятно, что с коммерсантами здесь обеспечить нормальную работу промышленности невозможно. Это то, что касается в целом объемов производства, цен производства. Но дело в том, что Российская империя, почему вот эти недостатки так ярко вылазили? Она вообще была промышленно слабо развитой страной. То есть сама экономика была довольно большая, но страна со 180 миллионным населением, с огромной территорией. Ясно, что абсолютные цифры будут даже достаточно неплохими. Причем нужно понимать, что это нищее население, с которого драли три шкуры. И допустим, когда мы говорим о бюджете Российской империи, то обыкновенная часть этого бюджета на 99% формировалась как раз за счет налогов. В том числе за счет косвенных налогов, а именно за счет акцизов. И в том числе акцизов на самые распространенные товары. Это табак, это керосин. То есть это те товары, которые покупала беднота. И любое повышение акцизов било по кошельку. Поэтому беднота оплачивала. Государственные монополии еще были определенные. И таможенные пошлины. Но дело в том, что у нас, опять же многие не понимают, у нас единственным подвратным сословием было крестьянство. Так вот, а здесь есть какой момент еще занятный? Который показывает состояние в целом промышленности. Есть записка члена Государственного совета Крестовникова о положении механической промышленности в России. То есть у него там подробно расписано как раз таки ввоз, вывоз оборудования. То есть обработанного металла, необработанного металла. То есть, допустим, привоз и вывоз машин, аппаратов, автомобилей, оружия и других предметов механической промышленности в странах нам враждебных и нам союзных. Вот, допустим, Германия, привоз 5 миллионов 160 тысяч пудов, вывоз 42 миллиона, ну, короче, 43 миллиона пудов. То есть 5 миллионов и 43 миллиона, да? Да. Англия, наш союзник, привоз 6 миллионов пудов, вывоз 44 миллиона пудов. Российская империя, вывоз 188 тысяч пудов, а привоз 21 миллион. То есть вот мы ввозим готовую продукцию, вывозим ничтожное количество. Англия, Франция, Япония, Германия и так далее в основном вывозят готовую продукцию и гораздо меньше ввозят. То есть мы были в этом отношении в плане экономики страной третьего мира. Это не мое мнение, это мнение Крестовникова, который, собственно говоря, входил в этот союз промышленников России. То есть это видный государственный деятель и член государственного совета. И вот такая картина, как у нас, то есть что привоз больше, чем вывоз, вот оно есть у Австро-Венгрии, но там не так катастрофически. То есть там разница не в сотню с лишним раз, а всего лишь в четыре раза. Но Австро-Венгрия, она тоже, так сказать, пример какой-то такой, не особо радостный. Так вот, и Италия. То есть она тоже больше ввозила, чем увозила. Это вот на тему того, насколько хорошо у нас была развита промышленность. И эта записка чего касалась? Дело в том, что она была написана по поводу такого важного момента, как мобилизация промышленности. То есть у нас посмотрели, что Германия, Англия, Франция, когда началась война, они провели мобилизацию промышленности и резко нарастили военное производство. А у нас военные заводы не справляются с производством ни винтовок, ни боеприпасов, ни патронов, ни снарядов, ни артиллерии, ничего. То есть у нас не было ни одной позиции, по которой мы полностью закрывали потребности. То есть что-то не выпускали вообще, что-то выпускали явно недостаточно. То есть военная промышленность не справляется. И поэтому берем пример с наших союзников и наших противников, проводим мобилизацию промышленности. И вот Крестовников фактически просто расписал, что нам мобилизовать нечего. То есть промышленники с радостью, с патриотизмом, так сказать, готовы идти на то, чтобы выпускать военную продукцию, но этих промышленников практически нет. То есть у нас гражданская промышленность, которую можно мобилизовать, незначительная. В Англии или в Германии она позволяла усилить военное производство во много раз. То есть она была гораздо больше по объемам, чем военная промышленность. А у нас военная промышленность — это основа всей промышленности страны. Еще любопытно посмотреть, как в условиях необходимости мобилизации промышленности какие высокие зарплаты платили промышленным рабочим, просто ради интереса. Сравним. Годовая заработная плата рабочего металлургического завода в 2013 году, еще в 2013, составляла 335 рублей. В 2016 она стала составлять уже 309 рублей. В металлообрабатывающей отрасли в 2013 году 357 рублей, в 2016 — 377. Мы понимаем, что это ничто с учетом военного времени. Только нужно сразу говорить, это не месячная зарплата. Годовая, да, я подчеркиваю. Годовая. Просто люди будут воспринимать это вот как. У нас любят рассказывать, что в Российской империи рабочие получали очень много. Нет. Они получали гроши. И важный такой момент. Дело в том, что тут... Опять же, вот здесь, например, есть раскладка по Тульскому заводу патронному. Там разница между максимальной и минимальной зарплатой получается в 18 раз. А вот мы сказали, что основной вид винтовок — это винтовка Мосина. Если мы говорим... Не то, что основной. Это у нас единственная винтовка на вооружении. Но при этом у нас большое количество получили из-за рубежа и со старых складов. Со старых запасов. А если мы говорим про пулеметы, это пулемет Максима, а что-то еще было? У нас выпускался только пулемет Максима. То есть старые есть у нас пулеметы были. Это пулеметы Виккерса. Ну, практически тот же самый Максим, только у нас просто на лицензии сначала Виккерсы шли. И это в основном Тульский оружейный завод производил Максима? Да можем опять же посмотреть, кто сколько производил именно по пулеметам. Так вот, но здесь... Что нужно понимать? Большая часть пулеметов нам была поставлена из-за рубежа. Так, ну вот как раз, да. Сначала идут пулеметы фирмы Виккерс. Кстати, стоимость каждого пулемета была 3 тысячи рублей. Из которых довольно значительная часть шла. Это вот... То есть 50 фунтов стерлингов или 500 рублей шло на... оплату лицензии. У нас выпускалось некоторое количество оружия, пулеметов Матсена. То есть сначала у датчан закупали. Ну, практически это ручной пулемет. Кстати, это у нас основные крепостные пулеметы были в русско-японской войне. А в дальнейшем у нас вот пошло как раз производство на Тульском заводе. Вот Виккерс Максим как раз. И должны были еще выпускать, но выпускали только на Тульском. Один-единственный завод явно не в состоянии обеспечить всю русскую армию. Не, он обеспечивал. Просто у нас количество пулеметов было маленькое в войсках. Один на тысячу бойцов, если мне память не изменяет. Так вот, у нас, короче, выпустили 28 тысяч пулеметов, поставили нам 34 тысячи пулеметов в союзнике. В основном, кстати, поставили пулеметы американцев. То есть это такие довольно легкие пулеметы Кольта. То есть без водяного охлаждения и так далее. Вот это у нас как бы чуть ли не самое массовое было. У нас французы поставили нам, допустим, пулеметы шашарочные, англичане пулеметы Льюиса. То есть все ручные пулеметы у нас были зарубежного производства. Станковые, как зарубежного, так и своего. Ну вот, у нас строили завод в Российской империи, во время войны строили. Завод для производства пулеметов Матсинов в Коврове. Вот, который сейчас есть. Но достроить его не сумели. Предполагался еще один завод, но не справились. А вот вы уже сказали про нехватку артиллерийских снарядов. А если вообще поговорить об артиллерии, что она из себя представляла на тот период у Русской армии? Ну, у нас была как? Новая, вполне современная трехдюймовая пушка образца 1932 года. Ну, и некоторое количество чуть более старых от 1900 года. Это скорострельные пушки. Примерно аналогичные французским 75-миллиметровым. И с примерно таким же боеприпасом. Собственно, боеприпас, вот этот патрон со шапнелью, взяли как раз у французов. Даже со взрывателем. Пушка была хороша. Но, правда, проблемой было то, что основной боеприпаса шапнельный не позволял разрушать полевые укрепления. Гранаты к ним тоже выпускались. Но они были достаточно все-таки маломощные. С тяжелой артиллерией у нас было все хуже. То есть, часть артиллерии у нас была устаревшей. У нас были вполне совершенные 122-миллиметровые гаубицы. Это образца 1909 года, урожденная круп гаубица. И 1910 года, урожденная шнайдер французская. То есть, своей разработки гаубиц у нас не было. Но гаубиц было достаточно мало. Тяжелой артиллерии, она была как в основном у нас, крепостная, осадная. А в войсках тяжелой артиллерии практически не было. И во время войны мы тяжелую артиллерию в основном получали от наших союзников. То есть, английская, в основном, векерса, и французская, в основном, шнайдера. Само производство артиллерийских орудий опять же, в несколько раз уступало промышленным и развитым державам. И поэтому у нас, если во всех воюющих странах шло уменьшение количества стрелков в дивизии и увеличение количества орудий, то у нас был обратный процесс. То есть, например, если немцы, французы начали войну, имея по 12 батальонов пехотных дивизий, и вот у французов было 36 скорострельных пушек, у немцев было в общей сложности у них было 18 гаубиц и 54 полевых пушки скорострельных. То есть, у них самая большая насыщенность артиллерии была. У нас была дивизия сильно больше, то есть, не 12, а 16 батальонов, численностью 21 тысяча человек. И у нас было 48 полевых пушек. То есть, насыщенность такая же, как у французов, но дивизия больше, поэтому и пушек больше. И вот во время войны у французов количество орудий возрастает в дивизиях, появляется тяжелая артиллерия, которой раньше не было. У немцев количество орудий в дивизии тоже растет, а количество батальонов и у немцев, и у французов сокращается до 9, с 12. А у нас по-прежнему остается 16 батальонов, но у нас проводят реформирование артиллерийских батарей. То есть, у нас, если раньше было 8 орудийные батареи, становится 6 орудийными. Количество пушек в дивизии падает с 48 до 36. За счет этого получается, что дивизия укомплектована артиллерией. То есть, у нас количество орудий на тысячу бойцов дивизии снижается, в других странах растет. То есть, вот так вот, собственно, и закрывается потребность. Насколько это быстро, быстро, с самого начала, конечно, но тем не менее, насколько это сказывалось вообще на ведении боя? Если у противника есть возможность больше выпускать пуль, снарядов, то наши должны были это компенсировать личным составом. То есть, если у противника более плотный огонь, у нас больше потери. И, соответственно, меньше возможностей подавить оборону противника есть, меньше возможностей прорывать оборону противника за счет именно огневой мощи. Поэтому у нас были больше людские потери. Но вот здесь как раз тоже интересный момент есть. У нас указывать любят, это, кстати, и в Википедии проходит, и так далее, очень многие монархисты это любят рассказывать. Указываются маленькие потери личного состава в Первую мировую войну. Меньше миллиона человек убитыми. 1700, что ли, там, с чем-то. Но, правда, у нас получается очень большой процент все-таки пленных, больше двух миллионов. И тут возникает такой вопрос. Вот у нас под ружье поставили с начала Первой мировой войны, с учетом той армии, которая была накануне войны, 19 миллионов человек. На Октябрьскую революцию удаст меньше 9 миллионов человек личного состава. Куда оделись все остальные войска? Просто есть такой момент, что вот есть доклады о потерях. Но доклады идут не со всех боев вообще, не от всех командиров, не включают все потери. И поэтому у нас проводили такую занятную операцию по личному составу как раз, которая называлась всеобщая перекличка русской армии. Просто взяли и провели проверку личного состава, чтобы узнать хотя бы, сколько у нас есть войск. Потому что никто не знал, сколько. И в итоге получилось 7 с чем-то миллионов человек. Между тем, положение с набором становилось все хуже и хуже. Возникла необходимость перевести точный учет истинного числа войск действующей армии, чтобы иметь представление о действительной потребности войск действующей армии. Одновременная перепись была проведена, назначена на 25 октября. Запасные и резервные войска переписи не подлежали. В ноябре 2017 года собранные войска обобщены в ведомости численного состава фронтов под данным однодневной переписи, произведенной 12 часов 25 октября. И так далее. И вот там получилось по этим данным 5 миллионов 443 тысячи. С резервистыми запасными получалось 6 миллионов 338 тысяч. Мобилизовано 19 миллионов. То есть потери были большие, но сколько этих потерь было у нас реально не знали, не имели представления. У нас, кроме того, был очень большой процент дезертиров. Это, кстати, даже в фильме Бомбараш показано. Мне кажется, сейчас будет уместно еще сказать, когда мы говорим о потерях, про защитное снаряжение, точнее, про его отсутствие. Защитное снаряжение в это время вообще было мало распространено. То есть во время войны все армии стали быстро переходить на стальные каски. У нас тоже было принято решение перейти на стальные каски. Был принят на вооружение адриановский шлем, французский. В 16-м году были даны заказы на изготовление. Но по этим заказам у нас получилось совершенно ничтожное количество этих шлемов. То есть они были приняты на вооружение, ставили на вооружение, но для войск их катастрофически не хватало. То есть получилось вооружить несколько процентов пехоты. Мы еще пытались, естественно, сделать иностранные заказы, организовать за границей, но они, по-моему, так и не дошли в принципе. Ну как, всегда проблема с иностранными заказами была какая. Англичане и французы российские заказы принимали и выполняли, но они в первую очередь выполняли все-таки заказы своих вооруженных сил, что логично. А уже во второй очередь российская императорская армия. Вот часто говорят, что как-то царское правительство очень затягивалось с принятием решения о необходимости изготавливать каски. Что только к 16-му году. Мощностей нету, денег нету. То есть проблема была как раз-таки в том, что на чем их выпускать. Вот у нас нету, не хватает винтовок, патронов, пушек. У нас не хватает всего. И в этот момент мы будем дополнительные ресурсы бросать на производство касок, когда не хватает даже более важного. Когда Государственный комитет обороны рассматривает вопрос о вооружении части пехоты топорами и алебардами. Насколько я знаю, аж порядка пару лет только чертежи, различные варианты рассматривались. Кстати, есть совершенно шикарная такая книга, здоровенная, толстенная, очень подробная, «История русского шлема». И которой нет в интернете, в бесплатном доступе. Да, мне ее подарили. Я за нее хочу, но я смотрю на цену и понимаю, что... Нет, цена у нее как крыло от самолета, честно говоря. Не подъемно, да. Со шлемами разобрались. Хочется сейчас поговорить про больное, про автомобилестроение. Автомобилестроения в Российской империи по сути не было. Был завод «Русабалт», который собирал из импортных комплектующих. Дорогие... Ну, это вот у нас сейчас есть такое производство. Как там это называется, господи, наш нынешний этот... автомобиль для чиновников. Аурус? Да, вот. В первый раз слышу, честно говоря. Ну, короче, «Русабалт» — это как Аурус сейчас. То есть, он и так же распространен широко. То есть, несколько машин в императорском гараже, несколько машин у великих князей. Стоимость в автомобиле примерно 100 тысяч рублей, тогдашних золотом. И за пять лет с 1910 по 1915 и 450 машин произведенных. Ну, я говорю, 13-й год, 127 машин. Годовое производство. То есть, можно поставить такой диагноз, что фактически автомобилестроения в России, в Российской империи не было. Да. Был создан еще один автомобильный завод, но опять же, по сути, это были просто, скажем так, довольно крупные мастерские. Планировали построить даже шесть, но построили в итоге один, это вот московский ЗИЛ. Тогда он еще не ЗИЛ назывался. Ну, да, конечно. Так вот, то есть, автомобилестроения от кого не было. Получали автомобили в основном из-за рубежа. Степень автомобилизации была крайне низкая. Основные наши броневики были, например, самые знаменитые, Остин Путиловец. Почему Остин Путиловец? Ну, потому что, на самом деле, наш офицер разработал проект, бронирование разработано Путиловским заводом, но для базы, для бронирования используется английский грузовик Остин. Кроме того, у нас делались грузовики на базе Форда. Ой, не грузовики эти, господи, броневики. То есть, броневики были неплохие, но базы для них отечественной не было. Пытались создавать танки, но опять же, это вот знаменитый танк Лебеденко, такой похожий на безумный трехколесный гигантский велосипед. Так вот, но он доехал до ближайшей канавы, там застрял, там очень удачная система передачи была. И двигателем у него был, например, двигатель Майбах, снятый с одного из сбитых немецких дирижаблей. Другой был, это так называемый, танк Пороховщикова, который не имел вооружения, не имел бронирования, не был способен поворачивать где-либо, кроме как на льду. Здесь тоже все было крайне печально. Хотя у нас пытаются эти танки объявить как показатель нашего приоритета. То есть, Россия, Родина Слонов. У нас было свое авиастроение, свои типы самолетов были, но двигатели для самолетов были зарубежные. То есть, завод, который выпускал двигатели у нас, вот эти же самые Гном Рон, например, это французский завод, но производство двигателей было меньше, чем производство самолетов. И вот те же самые Илья Муромцы, которыми наши любят очень хвалиться, у нас четырехмоторный бронировщик появился, потому что у нас был дефицит тех же самых дирижаблей. В принципе, в этом плане мы, можно сказать, обогнали остальных, но Илья Муромцы летали на немецких двигателях Аргус. Когда эти двигатели стали кончаться, там как, даже был выпускатель новый самолет, вместо изношенного старого, потому что самолеты делались, в общем-то, из палок и тряпок, то есть деревянно-перкалевая конструкция. Брали со старого самолета двигатели, переставляли на новый. Ну и, кроме того, стали закупать более мощные двигатели уже у англичан и у французов, заминаркусов, это уже где-то в основном так идет, где-то 16-й год. То есть, двигателей своих, опять же, катастрофически не хватало. При этом, хотя сами инженеры у нас были талантливые, просто у них не было промышленности под рукой, которая позволила бы все реализовать. У нас там переделись великолепные летающие лодки Григоровича. У нас разрабатывались те же самые самолеты себе Курска, как тот же самый Илья Муренец. Но, чтобы поставить российский двигатель, с этим была проблема. То есть, с авиастроением было все достаточно плохо и в итоге общее производство за время Первой мировой войны в Российской империи и в Российской республике составило, по-моему, 3800 самолетов. Вроде бы приличная цифра, да? Да, звучит неплохо. Германия 48 тысяч самолетов, Франция 47 тысяч самолетов, Англия 53 тысячи самолетов. А можете рассказать вообще, насколько массово было применение авиации на фронтах Первой мировой и какие задачи решалось? Задачи решались самые разные. То есть, авиация использовалась для разведки, для корректировки артиллерийского огня, для нанесения штурмовых и бомбовых ударов, для защиты своих позиций от вражеской авиации. То есть, широко использовались, допустим, самолеты и истребители. Но у нас самолеты и истребители были в основном французские. На Западном фронте воздушные сражения принимали довольно большой размах. Там идут как раз-таки первые знаменитые асы, на знаменитых истребителях, допустим, на английских «Сорфич Кэмбл», допустим, или на немецких «Фокерках», знаменитый «Красный барон» Рихтгофен. Так вот, это происходило на Западном фронте. На Восточном фронте авиация использовалась мало с обеих сторон. Немцам не хватало на оба фронта авиации, поэтому у них в основном на Западном фронте воевали. А у нас авиация была просто слабенькая. Кораблестроение. Кораблестроение. У Российской империи сразу была исходная такая большая проблема. Ей нужно было иметь несколько флотов для разных, не связанных с друг с другом театров военных действий. Основные это Балтийский и Черноморский ТВД. И, соответственно, требовалось наличие как минимум Балтийского и Черноморского флота. Тихоокеанский флот, мы его лишились во время Русско-Японской войны. Но вот после войны у нас пошло восстановление флота. Программа выглядит как откровенно диверсионная. То есть, сначала у нас было построен самый большой в мире, но уже к этому времени полностью устаревший броненосный крейсер Рюрик-2. То есть, он был вроде бы неплох, но это самый большой крейсер в мире броненосный. Он больше, чем английский линейный крейсер типа Инвенцибл. И три весьма слабых и уже в русско-японскую войну несколько устаревших крейсера типа Баян. Кроме того, у нас достроили, когда уже в мире пошли сверх дредноуты, у нас достроили Павел I и Андрей Первозванный броненосцы, которые среди броненосцев при дредноутовом периоде тоже можно считать самыми слабыми, самыми устаревшими. Строились как раз по немецким проектам минные крейсера, так называемые добровольцы, потому что построены были добровольные пожертвования, которые были сделаны военно-японской войны. То есть у нас довольно приличные по сумме деньги были затрачены на заведомо устаревшее хламье. Потом у нас все-таки приняли программу восстановления флота нормальную созданием современных кораблей, но опять же у нас по этой программе шли линейные корабли типа Севастополь, которые у нас очень часто любят объявлять чуть ли не лучшими в мире, самыми передовыми и так далее. На самом деле корабли были на момент ввода в строй, то есть на 2014 год, уже полностью устаревшие и отличались такими достоинствами, как самые большие переразмеренные башни главного калибра, самое хлипкое в своем классе бронирование, то есть ценность, ну и чуть ли не худшее мореходное качество и совершенно унылая дальность плавания. То есть линейные корабли типа Севастополь получились откровенно неудачными. Их построили четыре штуки. В 2014 году вошли в строй не все. На Черном море были построены три броненосца типа императрицы Мария. Они были получше, чем балтийские, то есть чуть лучше бронированные, чуть поменьше по водоизмещению и по цене, но в принципе сохранявшие большую часть имевшихся недостатков. То есть неудачное расположение артиллерии главного калибра, который у нас объявляет очень удачно. И все-таки достаточно хлебкое бронирование. И кроме того, на Балтике у нас строилось четыре линейных корабля типа Измаил, уже в сверхдоритном вот их с 356-мм орудиями. Но их достроить Российская империя так и не сумела. Более того, после начала войны их строительство тормознулось, потому что силовые агрегаты для них собирались заказывать в Германии. Это как раз на тему того, как мы обеспечивали судостроение. То есть вроде бы свои пушки, хотя часть артиллерии все равно заказывали англичанам на фирме Викерса. Свои снаряды, своя броня. Ну вот допустим приходилось покупать дальномеры. То есть часть делали сами, часть покупали. Радиостанции у нас были либо достаточно дерьмовые французские Дюкрате, либо великолепные немецкие Телефункин. Но и то, и другое это не Попов, это Телефункин. То есть это не наши радиостанции. И вот у нас как например в строй черноморских линкоров довольно существенно задержался. Почему? У нас был заказ сделанный в Германии на бронзовые шары диаметром 1 фут под башенные погоны. Ну чтобы башни выращались, они должны были быть четко сделаны. Бронзовые шары сплошные, бронзовые шары аккуратные, четкого размера, то есть чтобы все было выдержано, но просто бронзовые шары. Когда было объявлено литератом Германии, наши срочно перекидывали заказ в Австрию, но Австрия тоже противник. и в результате заказ этот завис. И оказалось, что в Российской империи вот эти бронзовые шары под башенные погоны изготовить некому. Вот такого уровня проблемы. И вот у нас строились как раз новые линейные корабли, новые крейсера, тоже самые большие легкие крейсера в мире. эсминцы типа Навик. Навик, кстати, поставил рекорд скорости в своем классе. Но серийные Навики развивали скорость не более 35 узлов, хотя головной корабль 37,5. Для него силовую установку делали немцы, а дальше наши делали самостоятельно. При этом эсминцы этого класса Навики оказались достаточно уточными. Довольно активно воевали в Первую мировую войну. Это самое светлое пятно было в кораблестроении. Строились подводные лодки. Они формально были самыми сильновооруженными. То есть они имели 12 торпедных аппаратов. Два носовых кормовых трубчатых и 8 дживецкого решетчатых. На Навиках тоже было мощное торпедное вооружение. На главном 8 торпед, а так было по 9-12 торпед на каждом эсминце. Очень мощное торпедное вооружение. Но и подводные лодки, и эсминцы получали на вооружение в основном старые торпеды. То есть, у нас до 1808 года основной торпедой, самой лучшей была торпеда образца 1898 года, которая проходила 29 узлов, скорость меньше, чем у эсминцы, примерно как у современного легкого крейсера. И при этом 29 узлов с такой скоростью проходило всего 550 метров. То есть, на сжатом воздухе торпеды. С 1908 года у нас пошли уже была разработана торпеда парогазовая. То есть, казалось бы, уже 6 лет до войны мы перешли на современные торпеды. То есть, первым парогазовую торпеду испытали англичане, затем сразу немцы, потом сразу мы. Все здорово. Вот начинается Первая мировой война. у немцев, у англичан подводные лодки эсминцы с парогазовыми торпедами, а наши в основном торпеды на сжатом воздухе. То есть, например, здесь опять же можно посмотреть по Буховскому заводу, например, по заводу Леснера. У нас только два завода выпускали торпедное оружие. На заводе Леснера в 1915 году произведено 107 торпед прежнего образца. Это вот на сжатом воздухе. Уже идет война. Это 15-й год. Так вот. А с 16-го года начали выпускать торпеды 1908 года. То есть, на заводе Леснера с 16-го года выпускают торпеды 1908 года образца. Выпустили 600 торпед. Это уже новые парогазовые. Буховский завод за время войны изготовил 177 торпед старого образца, 50 торпед образца 1908 года и 505 торпед образца 1912 года. Кроме того, у нас часть торпед заказали в Феуме. Это опять же, Австрийская империя большую часть заказа мы не получили. Заказали 250 торпед перед Первой мировой войной, получили 24 из них. То есть, у нас, если мы берем события 14-15-го года, эсминцы, подводные лодки действовали со старыми торпедами на сжатом воздухе, которые за Первой мировой войны уже абсолютно безнадежно устарели. Ну как, это в полтора, в два раза меньше скорость торпеды и в 4-5 раз меньше давности. А как при таком плачевном состоянии с вооружением, со снарядами и так далее, как на это реагировало военное руководство? Как оно управлялось такими дефицитами? Постоянно запрашивали перед войной еще дополнительные средства на постройку новых заводов, на перевооружение, на увеличение производства на имеющихся заводах. Постоянно это рубилось Министерством финансов. То есть тупо не хватает денег. У нас есть дорогостоящая допустим царская семья, на которую уходит много денег. У нас довольно слабо развита промышленность, слабо развита торговля, поэтому средства особо брать даже и неоткуда. Конечно, содержание царского императорского двора и святейшего синода это куда важнее, чем. Да. И в итоге получалась какая картина, что денег они либо не выделялись либо выделялись слишком поздно. Допустим, как деньги на создание нового завода, который выделяется в 1915 году, или как допустим планируется переоснащение заводов планируется в 1912 году, но деньги предусматриваются по смете только в 1916 году. Собственно, картина российской промышленности тогдашней. А есть какие-то данные о настроениях в армии при таких условиях тотального рефицизма? Это и массовые дезертирства в 1916 году, потому что солдаты не хотели умирать, не имея оружия даже на руках. Это сильно ударило полу-патриотизм внутри страны. Сначала первые три месяца войны ура-патриотизм, а потом этот патриотизм резко спал. Это и недовольство военных. То есть постоянные требования по обеспечению производства. Настрой и среди дворянства, и среди офицерства в обществе, среди военных на то, что в царской семье работают напрямую предатели, больше всего решили на императрицу. Подобное разгильдяйство в подготовке к войне способствовало таким настроениям. Но правда военные в большей части не понимали такой вещи, которую понимали представители Государственной Думы и те же самые крестовников. Они не понимали, что это не жадность министерства финансов, допустим, а просто Российская империя это не тянет. Она не вытягивает ни современную армию, ни современный флот. У нас, например, действовала не всеобщая, а всесловная воинская повинность. Опять же, во Франции всеобщая воинская повинность, в Германии всеобщая воинская повинность, у нас всесловная. Когда приходит время призыва, под ружью ставится, там в разные годы было, от 30 до 50 процентов тех, кто должен быть призван. Остальные сразу зачисляются в запас. То есть, призыв идет из всех сословий, но он идет, ну как, это выборочная воинская повинность. Потому что при всеобщей воинской повинности Российская империя содержание армии мирного времени не тянула. Это буквально выжатое до нитки население. И самое интересное, когда к власти уже пришло временное правительство, у временного правительства, да как у царского, хватало еще совести объявлять внутренние займы и удивляться, почему это население не бежит активно участвовать в этих внутренних займах. То есть, деньги-то этими займами собирали, но правда больше собирали ту же самую русско-японскую войну, чем в Первую мировую. Да. Более эффективно работали эти займы. Да. Более того, кстати, допустим, те же банки, они совершенно не спешили также бежать участвовать в этих займах и помогать царскому правительству тянуть ВПК. Не, ну царское правительство, потом, как уже сказал в самом начале, оно за счет допечатывания ассигнаций обеспечило такой принудительный займ для всех. Ну, а инфляция, разгон СМ, на это обращать внимание совершенно не нужно. Но при этом падение зарплат у рабочих на военных заводах. То есть, картина была достаточно безрадостная и она вся... Вот эта картина получилась как... Вот похожая картина была в чем-то в Австрийской империи, в Австро-Венгрии и в чем-то была похожая картина в Османской империи. То есть, государство не тянуло современную войну. Вот Франция, Англия, Германия, США, они тянули. Австрия тянула как бы на пределе возможностей, а у нас страна побольше, и поэтому мы уже не тянем. И турки не тянут. И у нас еще очень любят всякие монархисты рассказывать о том, что вот преступные большевики взяли и заключили мир. Мы уже почти победили, вот оставалось буквально немножко. И после всего, что сегодня было сказано, как это можно комментировать, совершенно непонятно. И как, в принципе, стоят на таких позициях. Да нет, здесь тоже есть. Сейчас просто, опять же, цитату просто подберу. Тут они наглядные. Ну, во-первых, в армии говорилось в отчете комиссии. Эта комиссия уже после войны была проведена по потерям. То есть, кандидару учитывала реальные наши потери. То есть, больше 9 миллионов человек. Ну, это правда, убитыми, ранеными, пленными всеми. Так вот. При слабости наших технических сил мы должны перебивать себе путь к победе преимущественно ценой человеческой крови. Так. А вот здесь у нас идет из Гаврилова и Кутузова. Это истощение людских резервов русской армии в 2017 году. Такая вот работа есть научная. Так вот. Военное министерство вынуждено было засекретить данные о военнообязанных даже от своих союзников. Военный министр считал, что когда всему миру станет известно, что в России уже призваны под знамена решить на все военнообязанные, то ценность и значение России как союзника резко понизится. Военное ведомство знало, что в его распоряжении осталось не более миллиона четырехсот тысяч новобранцев и ратников ополчения. Это на тему того, что мы шли к победе. То есть Россия исчерпала возможности ведения войны. И это, кстати, показано было военными операциями. У нас же было крупное наступление, которое должно было совместно с союзниками сокрушить Германию. Это июльское наступление 2017 года. И те, кто желает посмотреть, как мы шли к победе, пускай почитают про эту операцию. То есть как она развивалась, как пошли победные отчеты, как на радостях от первых победных отчетов этой операции Временное правительство устроило сразу решительно разгром всей оппозиции себе. А потом пошли следующие отчеты. И Временное правительство как раз таки в этот момент лишилось по сути всей власти или всей опоры стране. То, что оппозицию разгромило, опираясь на победные реляции, хватило на несколько дней. Это опять же очень показательно, как либеральные министры были способны справиться с кризисом. Пришли в начале марта, закончились в октябре. Там они несколько раз еще менялись. Да, там было три состава. И вот как раз вот это июльское наступление показывает, что российская императорская армия полностью утратила боеспособность практически. Еще дополнительное подтверждение было вот этой утрате боеспособности. Это поражение под Ригой русских войск. Когда четырехкратное численность превосходства русских войск не позволило остановить даже немецкое наступление. Кстати, перед этим боевые действия под Ригой предметовская операция была. Это в начале 1917 года, накануне Февральской революции. Там как раз имея большое численное превосходство русские войска пытались прорвать немецкую оборону. Не смогли. Забастовку объявили два полка даже. То есть там опять же картина полной беспомощности. И как итог командующий Северный флот присоединяется к заговорщикам, которые участвуют в заговоре против императора. То есть российская императорская армия действительно свои возможности для эффективного ведения войны практически полностью исчерпала. Хотя в начале войны русские войска действовали не хуже немецких. По крайней мере рядовой и младший офицерский состав умудрялись громить противника даже при равных силах. Сражение под Кумбиненом. чем дальше, тем картина была все хуже и хуже. То есть все больше разницы в техническом оснащении, все больше разницы в учете боевого опыта, и все меньшее желание русской армии воевать. То есть германская армия с этим тоже столкнулась, но на год позже. по поводу уровня профессионализма русских офицеров. Часто говорят, что может быть чего-то не хватает, а тут какие-то дефициты, иногда даже силы не хватает. Но вот если офицерский состав сильный, то Младший офицерский состав накануне войны был можно сказать отличным. То есть прекрасно подготовлен, хорошо образован, личный состав вполне себе на приличном уровне, хорошо подготовлены артиллеристы. То есть этому очень большое внимание уделялось, особенно после русско-японской войны. То есть в начале Первой мировой войны наши артиллеристы были подготовлены лучше немецких. Но у нас нечем было компенсировать потери. То есть недостаточный темп подготовки новых кадров. И кроме того у нас были большие проблемы со старшим офицерским составом и собственно говоря с командными кадрами. То есть там большую роль играло личное отношение государя императора. Некоторые его назначения вызывали всеобщее недоумение. Это как и перед войной назначение военным министром вместо Редигера, который был толковым военным, назначение Сухомлинова, который скажем так звезд не хватало совсем. Это как в обход других гораздо более толковых командиров назначения Колчака командующим Черноморским флотом. То, что он лично нравился царю. И здесь самое шикарное это назначение командующим Северным фронтом. Генерал Коропаткин, который печально прославился в русско-японскую войну, проиграв абсолютно все сражения, его император поставил командовать Северным фронтом. А когда другие высшие военные чины, в том числе начальник генерального штаба спросили как так? Николай продемонстрировал свою мудрость, заявив, что за одного битого двух небитых дает. Как раз тоже хотел в качестве такого заключительного вопроса уточнить. Нередко говорят, что у нас царь хороший, бояре плохие. Царь вообще не знал, что у нас происходит на фронтах войны. Если царь не знал, что происходит на фронтах войны, и есть у него плохие бояре, значит царь полный отстой. Потому что он не справляется со своими обязанностями царя. Учитывая, что у нас абсолютная монархия, у нас абсолютный монарх. У нас после революции 1925 года слегка ограниченная монархия. Все-таки уже путь к конституционной монархии первый был сделан. Но картина все равно остается все столь же печальной. То есть он отвечал за кадровую политику, он отвечал в целом за развитие государства, он провалил все, что было. То есть он подбирал довольно неудачные кадры. Ну как, были и удачные кадры, допустим, в революции. То же самое Брусилов. Но было Куропаткин. Сама проблема как раз военного строительства. Запоздало принятие решений. Например, национализировать промышленность после выхода частных заводов в 2014 году, она тогда и должна была быть принята. Почему она прошла только в 2016 году? Кстати, начальник главного российского управления Маняковский, который делает эту докладную записку и который четко показывал проблему, он ее действительно хорошо понял, проникся, и поэтому по поводу октябрьской революции он сразу поддержал большевиков. Кстати, как и Брусилов. Как вы считаете, должен ли был, сейчас будет немножко сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы суд над царем был, должен ли он был нести ответственность? Как бы сказать, везде, где происходил официальный суд над царями, королями, императорами, суд над Карлом Первым, суд над Людовиком Шестнадцатым, суд над мексиканским императором Максимилианом, где проходил суд, там обычно все равно всегда приговаривали к смерти. Если монарх допрыгался до суда, он уже заслуживает того, чтобы ему срубили бошку. Явно Николай Второй постигал бы та же участь, если бы суд был произведен все-таки. Я думаю, да. Даже если был бы личный суд, я думаю, все равно бы его приговорили. В общем, вот такой он сегодня получился. Разговор немножко пессимистичный, зато, я думаю, каждый раз, когда вы теперь будете встречаться с очередными поборниками и великими защитниками Российской империи, царской России, Николая Второго лично, вы можете отослать к этому видео и сказать, посмотрите на результаты хотя бы участия России в Первой мировой войне, политики вашей монархической России. Ну и то, что большевики даже в условиях, так сказать, кольца фронтов, контролирующие часть страны, сумели создать Красную Армию, которая по итогу оказалась лучше, армия России в конце Первой мировой. Опять же, нужно понимать, что большевики вот это все наследство получили, приняли, стали с этим наследством работать. Они не пришли в каких-то абсолютно спокойных условиях, наготовенькое, когда цветущая страна вокруг, великолепно развитая промышленность и все хорошо. Они пришли к полной разрухе, к совершенной разрухе вообще в любых отраслях жизни общества, по-моему. И к, по сути, уже небоспособной стране. И умудрились выйти из этой ситуации и построить Советскую Россию. Борис Путальевич, спасибо за интересный разговор. Было, как всегда, очень круто. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забывайте распространять это видео. Классный, хороший, информативный материал. советую, есть в интернете и тоже есть в интернете. Бескровного, кстати, вот это вот армия флота России в начале XX века лучше читать сразу с предыдущей книгой русской армии флота в XIX веке, там такая оранжевая книжка, толщиной раза в три побольше. Но дело в том, что здесь многие моменты будут непонятны, тенденции развития, если не посмотреть там. То есть у нас, допустим, военная промышленность хорошо развивалась именно военная промышленность в XIX веке довольно заметно и практически прекратила развиваться в XX веке. Это вот как раз тоже заслуга славного царя-батюшки Николая II. То есть это царь, который сумел как бы это сказать помягче, по-французски посрать все. Спасибо, Борис Витальевич. Ну и всем пока, всем до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин